Дальше вроде бы все идет проще, будем надеяться. Вот пятый тезис. Тут как бы идет дело к развитию, то есть как бы и повторение с усложнением и дополнительным рассмотрением. Кто хочет высказаться по пятому тезису о Фейербахе? Что имеется в виду? Высказаться это не значит повторить, а мы читать-то мы все умеем, а вот высказаться с анализом этого текста. Дальше, что отсюда можно извлечь полезного, в чем его смысл, и насколько этот смысл для нас ценен. Потому что, как вы понимаете, если речь идет о классических текстах, то как в целом классическое произведение, оно, что о нем можно сказать? Что классическое – то, что неприходящее, правда? Это первое. Второе. Классическое – это то, что вечно. Не только неприходящее, и вечно. А почему? Ну, потому что классическое входит в корень, так сказать, человеческого развития. То, что бывает, какие-то там отдельные ветви, которые отсыхают. И вот, если вы посмотрите на сосну, как она устроена, да, то это особенно видно. Посмотрите, вот если сосна растет не в лесу, не вместе с другими соснами, то она вот так имеет крону, разветвленную, широкую. А если это в лесу, то наверх продвигается эта сосна, а все нижние ветки отсыхают, как лишенные света. И в то же время получается, что вот лишенные света и отсыхающие ветки дают очень такой стройную, стройную, вот эту центральную часть ствола. Поэтому вроде красивые сосны, с одной стороны, отдельно стоящие, причудливые сосны, свободно, развивающие свои кроны. А с другой стороны, строевой лес – это вот лес сосновый вор. Вот, так вот, если мы возьмем этот пример, то классическим является то, что представляет собой, то, что в ствол вошло, это как бы вот классическое. А если отсыхает, то, значит, это вот было важно, нужно на каком-то этапе для движения вперед. И потом потеряло свое значение. Это не значит, что оно исторического значения не имеет. Оно в истории значение всегда сохраняет. Но оно, считать его современную, никак нельзя. А можете вы сказать, там, вот если вы берете центральную часть, вот этот самый ствол, что здесь, здесь такое, что, так сказать, было раньше важно, теперь не важно. Такого нет. Там еще один круг прибавляется каждый год, да? А кто был в музее, в нашем, хотел сказать, горный университет, но так же теперь не говорят. Обязательно в ГОУ, в ВПО. Как ругает этот наш, кто у нас, университет у нас, в ГБО. Это ГБО, государственно-бюджетная организация, ВПО, высшего профессионального образования, Санкт-Петербургский государственный университет. Так и там. Это какой-то теперь институт минералогический, не горный. Минеральных ресурсов и еще чего-то такого я даже воспроизвести не могу. Там есть музей. И там есть окаменевшие деревья. Как бы вот эти минералы идут так по стволам. И они полностью заменяют те клетки, которые были. И структура сохраняется. И вот вдруг оказывается каменное дерево. Вот какое было дерево, только оно теперь из камня. То есть камень шел, видимо, постепенно. Поскольку речь идет не о столетиях, а о тысячелетиях, то вот этот камень прошел и все заместил. И вот там можно увидеть и срезы этих деревьев каменных, и сами эти каменные деревья и растения. Из которых видно, что вот то, что было центральным, то является центральным. И они отражают эти вот окаменевшие деревья, структуру тех деревьев, которые есть. Вот это если говорить о классике. Ну, а вот с этой точки зрения мы поэтому критически смотрим на эти все высказывания. С одной стороны, это вроде люди умные там и прочее. И было. Были случаи пересмотра вообще некоторых положений Маркса очень важных? Как вы думаете? Были? Были. А вот какие вот положения, ну, в корне были пересмотрены и заменились на другие? Вот Ленин от некоторых положений публично, так сказать, сформулировал, что они для своего времени были, так сказать, хороши, а вот для нашего времени, то есть наше имеется в виду империализм, монополистический капитализм, они уже нехороши. Кто-нибудь может сказать? Нет, да? Ну, мы дойдем до этих положений. Давайте это оставим на сладкое. А сейчас я об этом говорю только для одной цели, чтобы предупредить всех присутствующих о том, что мы не должны, хотя вот прежние занятия у нас вполне в этом смысле благоприятно проходили, что мы не должны заниматься пересказом или доказывать, что вы умеете воспроизвести, пересказать, а я умею проверить, правильно ли вы пересказываете. То есть в эти игры мы с вами договариваемся, никак не играем, а вот свое высказать суждение об этом, что из этого ценно, а в чем ценность тогда, и чему из этого можно научиться, или наоборот, что это не ценно, ничему из этого нельзя научиться и так далее. То есть здесь в этом смысле никаких ограничений быть не может, правильно? У нас свободное суждение, свободное обсуждение. Ну вот пятый тезис, он маленький, а кто у нас самый, так сказать, понимает, что лучше сейчас выступить, пока мало, чем потом потребует, вот уже шестой гораздо длиннее. Кто хочет по пятому выступить? Вот вы хотите, да? Я понял, что вы хотите. Не понравилось. А? Не понравилось вам? Нет. Ну может вы как-то обосновите и скажете? Вот если я вам не понравился, вы скажете, прическа не та, там, или пиджак не такой, как что-то надо сказать? Вот нет у вас такого критического подхода, что он мне не понравился, а потом... По такой причине, что я его толком не допоняла. То есть вы виноваты? То есть я виновата. О, какой здоровый, какой здоровый, мой же. Это хороший ход. Понял. Вот, допустим, вы мой адрес можете тоже сказать. Мне, говорит, пребыватель не понравился, потому что я не поняла. И вроде бы как вы против меня, но как бы вы наоборот говорите, вы, наверное, очень хороший преподаватель. Ну я человек такой, я вот недопонимаю это, вот, наверное, очень умно, наверное, очень полезно. Ну намёк такой, это вот очень хороший, это рефлективная форма такая, потому что нет, чтобы сказать, вот дурак какой-то пришёл. Нет. Скажут, я, наверное, это очень важно, очень интересно, очень нужно. Ну я-то тёмно, я ничего не понимаю. Вот, и прикинуться таким овечкой такой, и так, вроде и хорошо. Это очень правильно. Мне вот когда говорят, что у вас это какая-то глупость, я всегда говорю, Конечно, откуда у меня? У меня одна извилина. У вас, наверное, 3 или 5, или 7. Я не считал, я не знаю, но много. Я не уверен, что она очень извилистая. И вообще, что она есть. Поэтому, ну и получается, что вроде бы, как это такая вот защитная позиция. Вы очень правильно. Мне очень нравится, что вы так защитились от моего вопроса. Это тоже вклад в науку. Да, спасибо. Так, перекидываемся на других. Из-за вас придется другим отвечать. Это я уже теперь в ваш адрес. Раз, камень быстренько закатил. Так, вот вы у нас, как раз вам самое легкое задание. Пятый тезис. Ну, если я, конечно, правильно его понял. Мы не сомневаемся, что вы правильно. Он на руку говорит о том, что Ферберг, прежде всего, понимает, это чувственное совершение не как построение каких-то методов для чего-то, а именно ощущение самого себя. Ну, во-первых, я бы сказал так, что, во-первых, вы решили пересказать. Во-вторых, при своем пересказе вы сделали подмену. Вы сказали, он понимает не как совокупность методов, потому что методы деятельности и деятельности – это разные понятия. Согласны? У меня очень много методов, но делать я не буду. У меня много инструментов всяких, целый чемодан. Но я не собираюсь их применять. Почему? Потому что у меня очень дорогие эти инструменты, все же, а я их буду портить ради чего? То есть, а тут-то говорится не о методах, а говорится, он рассматривает чувственность не как практическую, а человеческую чувственную деятельность. А вы это на методы перевели. А зачем? Это лучше или хуже то, что вы сделали? Ну, мы это же все-таки понимаем, как нечто абстрактное. Вот, абстрактное. А деятельность – это нечто конкретное. Фейербах же недоволен абстрактным отношением? Так это уже здесь не Фейербах недоволен, а Маркс недоволен Фейербахом. Это что из-за не Фейербаха, а Маркса, а Фейербаха. Вы о ком? Ну, это непосредственно А Маркса, но Маркса Фейербаха. Вот Маркса Фейербаха, а не Фейербаха Маркса. Мало ли что Фейербах недоволен, Маркс недоволен Фейербахом. Правильно? А вы довольны Марксом? Не вообще, а вот с этим тезисом. Вы согласны? Или он вызывает у вас протест, неудовлетворенность, или непонятность, или это само собой для вас разумеющимся является. То есть, понимаете, что мы хотим сделать? Вот у нас курс называется, не Маркс, немецкая идеология. Как называется курс? Анализ классических текстов. То есть нам дайте любой классический текст. Как начнем его анализировать, ничего не останется. Камня на камне. Не важно, там Маркс, не Маркс, любой текст. Ну, другой будет какой-то текст. Тем более, что есть разные тексты, правда? Поэтому мы же не относимся к этому так, что если Маркс великий человек, то все все равно написал, все абсолютно правильно. Бывает и неправильно. Я могу вам даже примеры привести. Попробуйте, пожалуйста. Потому что... Если исходить оценка Маркса, Марксом Криллбахом, то, может быть, он... Ну, как я поняла, что это Маркс недолюбливает абстрактное мышление и заменяя его... Ну, и пытается объяснить его чувствами. Но чувствами не теми, которые как органы чувства человек воспринимает. А может быть, нечто... Мазонтельное нельзя сказать. То есть... Чувства... Пытается объяснить это теми чувствами, которыми... Точнее, чувствами, но не теми, которые человек воспринимает органами чувств. А какими... Мне разрешается к вам придираться? Конечно. А вот смотрите, тут чувственное созерцание два слова, выделенные курсивом. Два слова. А вы вот первое слово берете, а второе не берете. И тогда получается, что все дело в чувствах, а все-таки предмет-то что? Чувственность или созерцание? Предмет созерцания. То есть, короче, созерцание. А вы, короче, взяли чувственность. Понимаете? То есть, это вот ижеискажение, то есть, понимание. Потому что речь идет о созерцании. Ну, а созерцание у нас какое? Ну, если вот вы... Я зрительно на вас смотрю, это же чувственность. Я же через... Это органы чувств. Или нет? Глаз. Поэтому вы там что-то так начали на счет этого чувственно много так чего-то наговаривать. А это речь идет просто какое созерцание? Вы, бывает, созерцание мысленное. Я вот созерцаю так, знаете, в голове так вот рассматриваешь. Это тоже как бы считается созерцанием. Да? То есть, как понимаю я мир. Но здесь идет просто о чувственном созерцании. То есть, я вот через свои органы чувств. Потом там же следующее слово по всевом виду. Да. Когда он рассматривает не как практическое. Вот. Ну, что практическое-то? Что? Практическое. Опять вы... То есть, что вы берете? Не предмет... Вот прям он как фейербак. Не предмет берете, а всякие определения. Ну, а вы что должны сказать в мой адрес? Сказали бы, фейербак тоже великий человек. Ну и все, и отбились бы меня. А я смотрю, вы так еще не обучены этой драке. Ну, как вы должны... Вы с каким хотите сражаться противником? Славом или сильным? Ну, вам дают специально преподавателя, чтобы вы с ним сражались. Со славом, если будете сражаться, не научитесь. Правильно? То есть, я сразу говорю, что я придираться буду. Ну, а вы должны отбиваться. А лучше нападать. Самый лучший. Самый лучший способ. Я вас послушали. Подслушали, да. Выдали. Нет, вы послушали, а настаивайте на своем. Может быть, потом откажетесь. А может... То есть, вы должны развивать как-то это. То есть, я вот ваше обращаю внимание, что и в первом, и во втором случае вы взяли не предмет, деятельность. Так? В одном случае созерцание, а в другом случае деятельность. Вот что противопоставляется. В чем противопоставление? Созерцание или деятельность? Созерцание, естественно, чувственность, а деятельность, естественно, есть и теоретическая деятельность. Ну, чтобы уточнить, что я сижу там на диване, и вот у меня там мысли всякие. А он берет практическую деятельность. Преобразование мира. То есть, что противопоставляется? Правильное отражение мира. Вот вы на меня смотрите, правильно отражаете. А другой вот слушал, слушал, надоели мы эти. Он подошел и стукнул по голове. Это что? Это практическая деятельность. По преобразованию мира. Особенно, если я упаду. Вот так подпадает вот это определение. А сколько бы вы меня злыми глазами не смотрели, вот скажем, ну, так. Но это ни во что не выливается. Поэтому мы должны, должны мы это различать. Что вот я вот смотрю на вас и воспринимаю. Вот хорошая студентка. Да, хорошая. Но я еще должен, о чем я должен думать? Вот я как преподаватель. Не я как я, а как преподаватель. О чем должно быть? Что смысл вот наших занятий в преобразовании вас в каком плане? Вы же совершенствуетесь? Значит, я вас вниз должен долгать или вверх тянуть? Вверх. Причем вы учитесь или я учу? Я учусь. Это выше, чем я вот скажу, я учу. Это выше. Вы же сами. Если вы сами не учитесь, то это бесполезно. Все преподаватели, они не нужны. Ну, это ерунда. Никто не научит. Если человек учится, то он использует любую возможность. Если у нас есть, скажем, такие семинары, вот их придумали, потому что для меня это новое. Во-первых, я их не придумывал. Во-вторых, меня три года назад, так сказать, вызывает заведующий, говорит, так мрачный такой сидит и говорит, Михаил Васильевич. Я говорю, что? Вот поступило распоряжение, такой курс вести. Анализ классических текстов. Маркс немецкой идеологии. Как вы к этому относитесь? Как относитесь? Отрицательно. Говорит, почему? Потому что нет такой работы. Нет такой работы Маркс немецкой идеологии. Есть Маркс Энгельс немецкой идеологии. На это, говорит, детали. Вы отказываетесь такой курс считать. Нет не отказываюсь. Ну тогда пишите программу. Программу я в порядке этого преобразования мира. Написал эту программу. Потом, значит, доцент у нас есть, говорит, Михаил Васильевич, можно я вашу программу возьму, немножко добавлю, пожалуйста, берите. У нас же нет понятия операции тут. Если кто-то возьмет мою программу и будет ее использовать. Это плохо или хорошо для меня? У меня, если у меня последняя мысль, то плохо. Представляете, последняя мысль, и потом ее выдадут за чужую. Так у меня еще мысль будет. Если вот мысли будешь выдавать, так они будут новые появляться. Знаете, вот если будешь кран открывать, ржавая вода пройдет, и потом что-то хорошее польется, чистое. А если будешь думать, что вот я вам мысль отдал, у меня больше не будет, ну тогда надо вообще кончать свою деятельность. То есть что это за научные работники, у них последняя мысль. И ту студенты украли. Потом особенность интеллектуального труда в чем? Если я вам мысль передал или продал, ну вот если я вам ручку продал, то она теперь у вас, а у меня ее нет. А если я мысль вам передал, она у меня есть? В том-то и дело, что мысль-то остается. Поэтому все эти игры, в то, что мы там, вот контент у нас украли, пираты, ну прямо на абордаж взяли и забрали содержание. Вот великие люди, великие люди, ну представьте себе великих ученых там. Вот Евклид, наверное, очень беспокоился, не будут ли потом повторять эту. Теорем Пифагора не заплатив. Что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотинозе. Так, вы деньги платили за это? Нет? Отдайте родственникам Евклида. Их уже много расплодилось с того времени. Представляете, сколько их? Если они насядут вообще, это вся земля будет обложена данью непомерной. Платон тоже. Сократ вообще как это ходил, просто он вообще ничего не писал, да? Ничего не писал, а люди хватали, потом это все. Кто? Кто эти самые свои курсовые записывает? Кто, значит, скандидатский, кто докторский? Ну, сошлются на него, дескать. Ну, это Сократ раньше говорил, а сейчас я. Вот, Сократ ничего не получил, а эти уже такие. Вон, Пушкин один был, мальчик же прожил 38, а тут целый пушкинский дом. Знаете, сколько там докторов? В пушкинском доме. Вот рядом тут вот, прям. Докторов много, все изучают Пушкина. А Пушкин не доктор, не кандидат, вообще никто. И там еще показывают, что он вот, что-то тройки у него там были, по математике так. Плохо учился. Вот, поэтому вот это мы должны понимать, это специфика этого дела. Поэтому вот, если смотрим, читаем, то у нас такое очень критическое зрение, так вот смотрим, что противопоставляется. Где здесь противопоставление, если речь идет, вот Марк критикует Фейербаха. Или созерцание, или преобразование мира. Вот. Согласны? Вот это, вот это, вот это анализ тогда получается. И вот тогда я спрошу, вы за созерцание только, или еще и за преобразование. За гармонию между созерцанием. Это вы такой хитрый, такой ход сделали. За гармонию вы. А гармония состоит, а разве гармония не состоит в преобразовании? Вот у меня, вот я своим, как бы я сказал, маленьким умешком, предполагаю, что если я что-то собираюсь преобразовать, вот вас собираюсь призывать, я между прочим должен вас созерцать. То есть созерцание вас это предпосылка вашего преобразования. Ну, в данном случае, я что созерцаю? Ну, конечно, я вас созерцаю, так сказать, непосредственно, но я еще созерцаю уровень вашего, так сказать, понимания, или образования, обучения. И моя задача преобразовать, с вашей помощью, конечно, или вы с моей помощью, лучше сказать, постараться вам содействовать в преобразовании, вас, вы же хотите, сейчас вы кто? Философ? Философ вы? В становлении? В музее вет. Не понял? Не понял вашей поправки. Вы на каком вообще, в каком институте учитесь? Кто не учится в институте философии, прошу выйти. Что вы мне возразили? Я музеевед. Ну, хорошо, если я вас спросил, я философ, вы скажете, нет, вы по философии, по социальной философии, философии истории специалист, ну, кафедра так называется. Это разве возражение, то, что вы сказали? Что значит, вы музеевед? Музеевед – это ваша деятельность философская, это ваш более узкий конкретный предмет. Да вы философ или нет? Вы вместо того, чтобы сказать «да», начинаете вот как-то так, как-то так странно пройдется. Я думаю, мы с вами, как говорится, коллеги. Вон конфликтолог говорит, мы, говорит, конфликтологи. Я тоже спрашиваю, вы кто такие? У меня сейчас первый курс особенно. А я им, если мы с вами, вот, так сказать, на одном занятии встречаемся, но зато часто, то с конфликтологами я встречаюсь на первом курсе, а я встречаюсь с ними по философии, читаю им курс, потом на третьем курсе им читаю социально-трудовые конфликты и их технологии их регулирования, а потом на втором курсе магистратуры для магистров читаю политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Три раза мы с ними встречаемся. И вот я к ним прихожу, вы философы? Нет, мы конфликтологи. А что вы здесь делаете? Ну, идите там в какое-то место. Почему вы здесь тогда торчите? Вы не знаете, что есть прикладная наука? Вот у нас даже есть два математических факультета. Один называется матмех, вот я его закончил с отличием. И второй называется прикладная математика процессов управления. Причем, когда мы начинали учиться, вот со Степаном Степановичем мы учились вместе, у нас не было два факультета, был один. Примерно когда мы были на третьем курсе, матмех разделился и выделился еще один. Ну, конечно, те люди, которые на прикладной математике процессов управления, если спросить, вы математику? Он скажет, конечно, да. Вы, я, может, неправильно понял, я так вот, опять же, своим пораскинул слабым умышком, и так, у меня такое предположение, что вы, наверное, философ, который прикладываете философию для исследования музейного дела, да? Да. А вы знаете, что такое музей? А вот я и хочу спросить тогда, раз вы прикладываете, то я как философ, я бы ответил на тот вопрос, который я вам сейчас задам. А вот насчет вас, поскольку вы как бы сначала отринули философию, вот еще не факт, что вы ответите. Музей – это что? Музей – это храм памяти. Что это? Храм памяти. То есть, надо знать, что такое храм мне, без этого я не разберусь, что такое музей, то есть, если я не знаю, что такое храм, мое дело – храм памяти. Ну, любой храм – это храм памяти, то есть, любой храм – это музей. А что, каждый музей – это храм? Как-то я не понял. Это образ, что ли, у вас? Фигура речи? Ну, вообще-то храм и музей – это что, тут только то, где-то? Храм может быть, но может и не быть. А у вас, получается, храм памяти, во-первых, храмов, в которых бы не были памяти, не бывает. Ну, храмы все какую-то память там, вот, по крайней мере, о Христе, там, памяти, то есть, храмов без памяти не бывает, без памятных храмов. Там всегда есть, так сказать, вот там, там же молятся тем, о ком все время помнят. Вот о ком вы все время помните? Да? Правда же? Ну, он помнит о вас, по крайней мере. Он-то о вас помнит, а вы даже засомневались. Он думает, стоит ли мне это благодать на нее распространять, если она не хочет даже вспоминать обо мне. Интересное кино. Вот. Поэтому я бы сказал, что ваше определение не удовлетворительное. Я сейчас с вами соревнуюсь на Ливе музеологии. Тем более, я там занятия вел, у меня есть опыт тоже. Я уже спрашивал это. Я уже знаю, чего отвечают товарищи, которые думают, что они не философы. Так, а вот я тебе сейчас скажу, что такое музей. Музей. Это такое общественное учреждение, учреждение, не храм, а учреждение, которое, а, сохраняет историко-культурное наследие, б, изучает историко-культурное наследие или исследует историко-культурное наследие, и в, пропагандирует историко-культурное наследие. Вот теперь вы мне попробуйте доказать, что под мое определение не подпадает музей Можете доказать? Не можете Возьмите мое определение, бесплатно даю Почему? Потому что у меня все равно оно останется Это я не обездоленный буду Я вам его передаю, вот бесплатно даю и все, дарю Но с одним условием, бесплатно с одним условием Философию надо уважать, почему? Потому что философию мы применяем для конкретных вещей Вы как музеолог, вы прикладник То у нас есть, скажем, люди, которые конфликтологией занимаются У нас есть люди, которые занимаются там еще целым рядом По философии науки и техники видели, да? Тоже Вон Шаповала, Лада Григорьевна, а передо мной читает Я захожу, там она такое им рассказывает И заслушаешься Но она применяется философией для вот этого дела У нас много разных всяких видов в этой Чего так у нас нету? Философия в культете Культурология, тоже приходишь к культурологам? Ну и есть, собственно говоря Тоже вопрос А культура-то вы знаете, что такое культура? Нет? А, к вам не приставать, понял Потому что вы уже ответили Кто скажет, что такое культура? Тут же культурологи сядут, я правильно понимаю? Все? Нет? Есть не культурологи? Мы не все А, есть культурологи отдельно Так, товарищи культурологи Надо честь культурология защитить Что такое культура? А? Можно, наверное, извините, не сказать? Давайте Ужас, ужас, какое определение Представляете, сколько народа убито Сколько лесов загублено Сколько рек загажено Особенно там, где вот золотоискатели прошли То есть, если посмотреть все результаты человеческой деятельности Можно только прийти в ужас Причем, только во Вторую мировую войну Китайцев убито 32 миллиона У нас в Советском Союзе погибли 27 миллионов Так? И чего-то И сколько вообще, так сказать Порушено городов И так далее Это, говорит, культура Результаты деятельности Это же из Ленинграда разбомбили Это результаты же человеческой деятельности Это вы все в культуру засовываете Молодой человек Вы что нам хотите подсунуть под видом культуры? Для вас все равно Убийство Уничтожение Создание Творение Вы все это свалили в кучу И, так сказать, прямую противоположность культуры Свалили тоже в культуру Ну, я на вас нападаю Я честно говорю А? Я сказал, который представляет ценность Ну-ка, есть люди, для которых это представляет ценность Вот ваша рубашка представляет ценность для тех, у кого ее нет И на выходе, возможно, у вас ее заберут Придут трое, человек скажет Молодчик, вам жарко И вы поймете, что лучше эту рубашку им отдать Знаете, как вот зайчиком кого называют? Вот есть люди, у которых есть сигнализация на автомобиле Он и стоит, они около дома И вот подходит там банда, человек восемь И этот автомобильчик-то тюк Он всегда И вот этот одевается, собирается, выходит Он говорит, о! Голова этой банды говорит Зайчик пришел А мы уже думали консервным ножиком открывать Ну, зачем портить хорошую машину? Давай, ключики принес? Принес Молодец Давай, ключики-то давай И он отдает же Восемь человек Вооруженных Отдает Будет и хорошо, говорит И ты жив И у нас машина И поехали, и все Так что результаты, результаты, результаты Есть люди, у которых есть результаты Разные люди, разные результаты Герострат, какие у него результаты? Чем больше разрушено, тем лучше Так что все имеют результаты То есть все результаты бывают позитивные Так, можно я дам определение культуры? А вы уже давали А что, товарищ? А он, товарищ, не ходил Я уже давал А вы вывод не знаете Все уже обогащены А вы еще обеднены Ну, раз вы знаете, скажите, товарищ Пересказать могу А? Пересказать могу Культуры, накопленные человеком Опыт духовных материальных целей Вот, тут уже мне это Вот взяли одно слово Обязательно Это хорошо, что вы самостоятельность проявили Но вот это мне напоминает такой анекдот Чукчий приехал В заседание Верховного Совета И его спрашивают А, человечеством Человечеством А то он тоже говорил, что Все говорят, все для человека Все во имя человека И мы говорим Так, это мы все тоже знаем Так вы знаете А я видел того человека Так у вас, человеком Ну, правильно То есть, в принципе, иногда человеком говорят В смысле человечество Но лучше, раз уж дело идет о определениях Точно сказать Накопленный человечеством Опыт материальный, духовный И тогда вот то Что является негативным результатом Оно тоже опыт И мы должны Опыт состоять в том Что мы пробовали в этом Человечество пробовало В том или ином виде По этой дорожке пойти И пришло к негативным результатам К отрицательным Которые враждебны Противоположны Историческому развитию Прогрессу И это культура А если просто взять результаты Тогда сваливается Вот эта противоположность Убирается И сваливается Позитивные и негативные Все в одну кучу И тогда нельзя разобраться В этом Хотя То есть Как бы ваше предложение Правильное Почти Но в нем Вот эта противоположность Исчезла А если эту А противоположность Что такое диалектика Учения о противоположности О противоречиях даже Учения о противоречиях Поэтому философ Если он забыл О противоречиях Ну Храм это хорошо же Я согласен Я не против Я с удовольствием смотрю Вы смотрите Смольный собор Это красотеча Будет там храм Будет храм Произведение искусства Замечательное И музей там был На втором этаже А сейчас не будет музея А храм будет В памяти А музей выкинут оттуда И концертный зал выкинут Между прочим Там же концертный зал был Все время А раньше там был Там никогда храма не было Там был раньше склад Потом когда его передали Сказать этому Потом А почему был склад А не храм А потому что там Как и раньше Как сейчас Так и раньше Всякие были Финансовые проблемы И вот кто-то его достраивал Запутался В денежных махинациях И повесился В этом самом Смольном соборе Ну раз помесился Его там не освещали Поэтому никто там Никаких Богослужений не ввел Ну теперь наверное Это сейчас Не важно Потому что Можно ведь На богослужения Смолитика тоже Как на источник дохода Ну раз пойдет Красивый храм Пойдем Давайте будем Деньги соберать Так что тут вот Если копнуть Историю А то что он музей Он был музей Сейчас будет не музей А храм будет Запланировано уже Точно Передают Хотели еще забрать Исаакиевский собор Но не дают Так Кто нам в итоге Подведет По пятому Этому тезису И пойдем Дальше Значит Кто-нибудь хочет еще Что-нибудь сказать Да Пожалуйста Если мы говорим Вот оба То мне кажется Что Пятый тезис В нем Маркс И Энгельс Обвиняют На фейербахов В бездействии В Нежелании Ну как Отсутствие стремления Переделывать мир И делать его Унижательным Пактически Ваше выступление Правильное Но не истинное Знаете почему Потому что В области науки Вот вы Что-то сделали А я потом Дальше вас пошел И еще что-то сделал Означает ли это Что я вас Обвиняю в том Что вы этого не сделали Примерно так Я Вы испекли пирог И дали мне Это кусок хороший Я съел Говорю Дайте еще А у меня не давили А такая сякая Значит Жадная Не дала еще Ну если человек Что-то сделал Фейербах Продвинул человечество Вперед Продвинул Как можно За это обвинять Вот Это поход Исторический В чем Что история Должна Она всегда Оценивать людей Не потому что Вы не сделали Вот я сейчас скажу Вы это не выучили Того не выучили Это не понимаете То не понимаете Это правильный подход Неправильный Да вы никогда Никогда не будет Такого Чтобы вы все понимали А вы меня Вы сейчас Если начнете меня обвинять Я тоже буду Ну спу Со всех сторон Обвиняемый Потому что я Конечно больше не знаю Чем знаю Правильно Уж по крайней мере В других областях Которые не относятся К области Которую я Как ученый изучаю Конечно там я не знаю И я там не берусь Выступать Авторитетом По крайней мере Поэтому вот считать Что Маркс обвиняет Это неправильно Маркс не обвиняет Маркс просто Обращает внимание Видите как Я вот вас не обвиняю Обращаю ваше внимание На то Что вот если Что Маркс хочет Пойти дальше Как ученый Он себя настраивает Себя и других Конечно Он же и человечество Вот когда ученый Приносит человечеству Некое новое слово Он хочет сказать Что вот вы усвоили Из Фейербаха Что надо воспринимать Что вообще Материя Она воспринимается Нашими органами чувств Поэтому она чувственная Материя Правильно Воспринимается Что вот Созерзать ее можно Потому что Агностики Говорят Что понять Познать нельзя А Фейербах Не агностик Он созерцает То есть Есть материя И она познаваема Это мало что ли Вам считать Еще мало Вы считаете А вы сделаете Потом будете говорить Ну Фейербах это сделал Ну А Марс говорит Что на этом остановимся Или дальше пойдем То есть Марс хочет Повести человечество Дальше Чем его Привел Марс Фейербах же Превратил Маркса и Энгельса Из идеалистов Младых гигельянцев В материалистов Это вам мало И тут вот Выходит Маркс и Энгельс А почему вы Нас сразу не превратили Еще В Диалектиков Материалистов И историко-материалистов То есть Как-то Как будто он С претензиями выступает Не с претензиями Ведь Марк занимается Познанием человеческим И человечеством И обществом Поэтому он Так сказать Увидел Что это Очень правильно Но недостаточно Вот Это подход У Гегеля Везде такой Он Он так все время делает Даже кажется Поначалу Это Ну как-то Манерно Или даже Ну может Слишком уже Демонстративно Говорит Вот Он так все хвалит Говорит Ой как Кейнс Он такие Поставил вопросы Такие Поставил вопросы Мы должны Бесконечно Быть благодарны Кейн Этому Самому Канту Извините Я говорился Канту За те вопросы Которые он Поставил Правда Ни одного Не решил Ни одного Из поставленных Вопросов И вот Гегель Эти вопросы Решает Он как их решает Вот в отличие От некоторых Которые говорят Ааа Кант Не решил Такой Он говорит Кант Великий Здорово Здорово Это раз Во-вторых Он разбирает Его вещь в себе Вот Во времена Канта Носились Все вещи в себе Как сейчас там С герменевтикой Примерно Вещь в себе Вот как Вещь в себе Это все Вещь в себе Вещь в себе Гегель говорит Да За такое Понятие Давайте разберем Вещь в себе Вот разбираем Что это то О чем ничего нельзя знать Что нельзя созерцать Вот как раз Оно чувственно Невоспринимаемое И чувственно Непередаваемое То есть Мы ничего про него Не знаем А Гегель говорит Раз мы ничего Про него не знаем То мы следовательно Про него Все знаем Что это пустая, неживая абстракция. И на этом закончилась вся эта восходящая линия этой вещи в себе. После Гегеля, то есть, а он говорит, все человеческое познание состоит в том, что вещь в себе превращаем в вещь для себя. То есть, чтобы вы это знали и понимали. Нету такой вещи в себе непознаваемой. А агностики в этом заостряли. Кто такие агностики? Гнозис – это знание, а гностики – это познать нельзя. Вот если бы кто-нибудь там я к кому-нибудь из вас стал так в преди раз, а вы бы сказали мне, так, Михаил Аф swimming, я агностик. У меня такая точка зрения философская. Тогда вы меня культурно, вот как философ бы отодвинули и сказали, а у меня такая точка зрения. И все. Причем последовательная. Сколько бы я не спрашивал, я же сказал вам, что я агностик. То есть я ничего не… Я все непознаваемый. А раз все непознаваемое, у меня такая философия, что ничего непознаваемое. А вы спрашиваете меня, что я знаю. Я не могу ничего знать, потому что познать ничего нельзя. Я хочешь, не хочешь, я что-то вам должен поставить, но не ниже четырех. Правильно? Если вы агностик. А вы так не признаете, что вы агностик? А вдруг выступаете так вот с резких позиций? Тут я на вас сразу и нападаю. А тут надо же как-то вооружаться философски. Или есть скептики. Вот что бы мы не сделали сейчас, мы же что-то с вами обсуждаем, да? Ну, это же все, вы же понимаете, что это? Ну, что это? Надо же все подвергать сомнению, правильно? Это хорошее же дело, что все. И вот они все, что бы вы ни сказали, сомнительно. Вот вы что-нибудь хорошее скажете. Хочется вам рассказать, чтобы люди послушали. Вообще то, что вы говорили, сомнительно. И то, что вот так вот на меня смотрите, тоже сомнительно. Чего вы улыбаетесь? Сомнительно, что вы при этом улыбаетесь, имея в виду, что это доброе и хорошее. Это сомнительно. Ну, и вот, получается, с одной стороны, тот элемент, который есть во всяком познании, какой? Что всякое познание предполагает, что мы критически должны рассматривать любую вещь, любое положение. Критически. То есть не брать его так сходу на веру за гладку. Потому что Ленин, например, вообще очень резко говорит, кто в политике или в экономике верит на зло, тут круглый дурак. Я когда прочитал первый раз, думаю, ну, надо же так вот человека. Меня он лично обидел. Вот. Читаю дальше. Думаю, может, что-нибудь хорошее там есть по этому поводу. Читаю дальше. Дальше написано. Кто в экономике или в политике верит на зло, тут круглый идиот. Ну, я на этом и успокоился. Ну, на зло, вот можно верить? Нет. Хотя без слов-то не обойдешься, но надо как-то доказывать это, что-то говорить. А сколько народу обманывают у нас постоянно? Постоянно. Сколько у нас вот микрофинансирование? Это микро- или макрофинансирование? Называется микрофинансирование. А на самом деле это микрофинансирование или макрофинансирование. Вы в курсе дела, какая там годовая ставка процентов по микрофинансированию? Когда говорят, до зарплаты. Давайте паспорт. Прямо. Сейчас. Сразу деньги даю. Это вам помогает или вас дурят? Дурят. Какая ставка годовая? Сколько процентов? Ну, на скидку. Сколько вы думаете? Ну, примерно. Сколько сотен? Правильно. Порядок правильный. Сколько сотен? 800. 700-800. И 2000 есть тоже. Ну, вот я заходил просто для интереса. Я же все-таки... Ну, как бы тоже. У меня тоже такой склад. Критически преобразующийся. Мне надо оценить это явление. И людям сказать. Причем из первых рук. Очень просто. Я выхожу, мне по дороге домой ехать. Написано. Динга. А что мне туда не зайти? Я как человек свободный. Могу зайти? Я и захожу. Так, деньги могу у вас получить? Да, говорит. Пожалуйста. Хоть час. Сколько я могу сейчас получить? Вот мне нужно 20 тысяч в месяц. Я хочу вот каждый раз получать у вас 20 тысяч. О, нет, говорит. Первый раз даем только 10 тысяч. Ну, хорошо. 10 тысяч. Сколько отдать надо в конце месяца? В конце месяца надо отдать. Сколько? 20. Ну, отлично, говорю. Хорошо. А потом, после того, как я отдам второй месяц, второй месяц можете уже 20 тысяч получить. То есть, я как бы уже свой. Уже меня навьючили, и я свой. Хорошо. Говорю, 20 тысяч беру. Сколько я должен отдать через месяц? 30. И так каждый месяц, говорит. Приходите. Нет проблем. Приходите. И говорит, мы вас будем финансировать. Так кто кого финансирует? Кто кого финансирует? Почему? Если 800, это микрофинансирование? Это макрофинансирование. Потому что банк... Ну, хорошо. Он 27 может с вас содрать. Ну, 27. Ну, чтоб 700. Ну, это же наглец. Это государство смотрит. Это грабеж. Это допускать. Мы установили, что вы можете, вот, если хотите, в какой-то мере дополнять там банки, то под меньший процент. Давайте, ну, малые суммы под меньший процент. То есть, не 27, а до 27. Или до 15. Мало, что ли, 10% будут получать? Они же ничего не делают. Паразиты на нашей шкуре. 10% с того, что они дают. Это же ростовщики. Которые жируют за счет бедных людей. Причем бедных, которые... Зарплата даже не дожить. Они так... Ну, вот это самый страшный случай, который был в Ульяновске. Когда человек взял 4 тысячи, не смог сразу отдать. Уже выросло до 60 тысяч. А потом ему раз, эту коктейль молотую, прямо на ребенка двухлетнего попало. Дедушку. Дедушку хотели заставить заплатить. И тут в больнице лежит, так сказать, из уроганной обожженной. Коллектор это называется. Знаете, есть библиотечные коллекторы. А есть другие коллекторы. Не отдадите. Мы про вас напишем, что вы злодей. Все обклеим. А то, что у нас девочка выпрыгнула с 10 этажа. Когда ей позвонили и сказали, что мы вашу квартиру забираем. За то, что вы не можете отдать. Немысленно образом живая осталась, конечно, изуродованная. С 10 этажа. И написала записку. Сказали, вот мне позвонили коллекторы и сказали, что у нас квартиру забирает. Девочка волновалась и выпрыгнула из окна. Это микро или макро? А написано микро. Вот прямо они вам помогают. Это что мы зачистим монеты? Это вот мы должны углубь идти в вещь в себе. Якобы. Так надо продвигаться в глубину. Что это по сути, а не на поверхности. Правильно? Потому что на поверхности, мало ли что на поверхности. Если я на вас умными глазами смотрю. О чем это говорить? Может, это говорит о том, что я дурак. Но если я умными глазами, особо умными такими смотрю. Такими умными, умными. Или кто такой мошенник? Кто-нибудь знает? Вот вы определение знаете мошенников? Музеевые так не очень. А вот мошенников хоть знаете, потому что вдруг я мошенник по вашему определению. А я и не знаю. и вы меня раскроете как раз как то что меня еще не разоблачили на предыдущие занятия должен наступить такой момент мошенник это кто как вы будете бороться с мошенниками как-то затрудняетесь он уже сразу их хватать вот они так вас и музейщиков то и ловит эти мошенники вот тех которые так вот они ну кто не узнает такой маши вот вы знаете что вы мошенник это собирайте все кучу кучу собирать мошенники кто они на первый взгляд занимается легальным а основная часть если как у нас поглубже и там поставить законами и деятельность развернуть со всех сторон прикопаться то окажется что они да он совершенно правильно хорошо да очень хорошо то есть это вот те люди которые отрицательную деятельность выдают запаситься позитивные вот а к в уголовном кодексе это очень просто записан мошенничество злоупотребление доверием то есть допустим вот я пришел прикинулся профессором то вашим преподавателем у меня в эти паспорта не проверяли да и начал тот вот всякую сумятицу вносить все и вы думаете он может что-то хорошее а на самом деле вот то есть вы должны разбираться нет я не утверждаю но надо во всяком случае тут так критически к этому относиться всякий сейчас ходит выдают себя за паспорт у меня ведь не проверили нет нет еще вы решили что я тот может его уже от того который шел этот который был раз раз по дороге и пиджачок его же взяли и спрашивает потом про музеи все не бывает такого что ли сейчас вы можете сказать что такого не может быть все что угодно может быть а ну что проблема что меня за граммировали под него я и хожу вот и все проблемы нашли хотите я буду в вашем лице сейчас вы завтра приду уже будет у меня прическа сейчас и волосы такие все что надо вы не смотрите вот этот самый уральские пельмени там самые лучшие персонажи женские мужчины играют такие женщины особенно мясников ну просто упадешь не видели нет посмотрите просто блеск так что это это сейчас не проблема так ну вот так что не будем мы обвинять этого фейермаха хороший человек большое дело сделал и он да можно что нужно преобразовывать нашу действительность на когда таковы критерии этого преобразования откуда люди которые будут преобразовывать ту или иную сферу знаешь что они будут поступать правильные другие могут быть с этим не согласны да как вы тогда критерии преобразования во первых сразу насчет согласно не согласны что бы вы ни делали будет сюда много людей которые с этими согласны этот сто процентов это вы наверно знаете во вся история об этом говорит вот сделай что-нибудь хорошее сразу придут сказать вот она и начнут вас поливать как вы к этому относитесь если вас начнут поливать вот пока вы молчали никто к вам не присутствует сколько стоит вам вот выступить уже я уже начну вас нападать понимаете да сразу это она вот этот 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 как вы к этому относитесь ну и зря знаете почему а потому что вот марс говорила иди своей дорогой после люди говорят все что угодно потому что если будете доказывать от вас и вот я вас обвиняю что вы верблюд доказывайте что вы не верблюд и чем дольше вы будете доказывать что вы не верблюд особенно если публично будете доказывать там на телевидении, половина будет, скажет, ну, раз она так уж забористо доказывает, что она ее верблюд, значит, она верблюд. Нелогично? Нет? Ну, попробуйте. У меня нет горба. Ой, да вы просто давно не ели. Это не аргумент. Нет горба. Только опять вы оправдываете. Я же говорю, что вы хорошее дело сделали, а вас облили грязью, а вы начинаете оправдываться. А если человек оправдывается, он уже проиграл. В споре. Вы развиваете дальше. Вы теорию свою дальше развиваете, они все то оспаривают еще, то, что вы сказали. Они же, вот, Маркс и Энгельс, они же с Фейербахом согласны, что первичная материя, а не сознание. Они-то этот тезис и не оспаривают. Но они дальше идут. Фейербах, то, что Фейербах остановился за это, нельзя его оспаривать. Это он людей призывает пойти дальше. Но Фейербах сделал, внес вклад. Ну, книгу написал, сущность христианства. И позицию занял такую, которая повлияла даже на Маркса и Энгельса. Они вообще отказались от идеализма и стали материалистами. Малые, что ли? Так идите дальше. И вот они идут дальше. И дальше они. Вот они тезисы написали. Потом они идут дальше разворачивать. Здесь непонятно, какое преобразование. Например, Горбачев, он все время все преобразовывал. Перестройка состоит в постоянном преобразовании. А почему вы вот сидите вот так, они не перевернулись верх ногами? Потому что, если преобразование, это все что угодно подходит под это преобразование. То есть, здесь еще, если это тезис, вообще от тезисов требовать того, чтобы там было развертывание, нельзя. Тезис требует развертывание. Иначе не совсем понятно, какое преобразование. Я с вами вот в этом отношении совершенно согласен. Что нельзя считать вообще, что в тезисе уже разъяснено, как преобразовывать. Наверное, предполагать можно, что речь идет, слово вообще преобразование хорошее. Оно лучше, чем перестройка. Что вы преобразились. Но это не значит, что вы стали хуже выглядеть и оказались какие-то там тряпки. Если вы преобразились, то вы стали лучше. Поэтому преобразование хорошее. Вот это слово. А перестройка дурацкая. Почему? Потому что перестроить можно хоть так, вот так. Ничего там нету, никакого нет содержания положительного. Точно так же, как и реформирование. Будут постриглись нагло. Это будет реформирование. Что значит реформирование? Изменения ли форумы? Ничего с вами. Вот я, когда постригся, я был командиром отряда в Кокчетовской области строительного. Очень много народу смеялось. Потом это реформирование так было ненадолго. В конце концов. Но вот если вы пострижетесь нагло тебя, то не думаю, что это. Но это будет изменение формы. Реформирование. Правильно? И вот при Ельце они говорят, вот мы перестройку закончили вроде. Вот это пустое изменение, бессодержательное. Или на самом деле отрицательное. Чтобы скрыть отрицательное, все мошенники как делают? Давайте изменим. Не говоря о том, как изменить. Поэтому, когда вот там у Маркса в первых трейцах говорил просто об изменении мира. Это недостаточно явно. А вот преобразование уже, это шаг уже вперед. А если реформирование при Ельце. Мы, говорит, у нас курс реформ. Это что такое? Курс корабля какой? Плыть. А куда плыть? А это вообще никто это не обсуждает. Давайте, говорит, изменим форму. Зачем? А содержание не будем менять? А зачем тогда форму? А что, форма и содержание, они в единстве находятся? Нас учили, что философы, что содержание оформлено, а форма содержательна. Вот гармония формы и содержания, это требование к прекрасному. Верно? А вы говорите, давайте вас реформируем. А почему, говорит, вас надо реформируем? Ну, потому что вы не такая были какой-то. А почему вот такое требование, чтобы вы были не такая? Чем бы вам не понравилось? Давайте Венеру реформируем. У него руки отбиты, давайте ноги отобьем еще. Это же будет изменение. Преобразование будет мира? В области культуры. И в музее ее. Вот, говорит, она, Венера фотография, она была до этого реформирования. Вот после реформирования. Так. Так что. То есть, Фейербаха мы не обвиняем, а продолжаем дальше развивать. Так. Теперь, значит, я с вами согласен, что мы тут в тезисе это еще не досказано, но намечено. А тезис вообще именно намечает преобразование мира. Вот. Хотя вот в этом тезисе преобразование, это здесь не особенно и звучит. Здесь просто человеческую, чувственную деятельность. И все. А какую? Да, это требует добавления и развития. Поэтому вот на этом тезисе все не кончается, и идет следующий тезис. И вообще из всех тезисов должно быть понимание, куда преобразовывать-то. Как преобразовывать? Для человека. Если только для вашего, одного человека, для меня, вам тоже интересно, как все будет преобразовано для меня. Но не очень интересно, что только для меня. Вот даже есть противоположные требования анархистов и социалистов. У Сталина есть такая работа в первом томе. Анархизм и социализм. Анархисты говорят, все для личности, тогда будет и свободна масса. Сталин пишет, а мы говорим, все для массы, тогда будет и свободна каждая личность. Противоположность. Противоположность. Теперь цель производства. Вот из Плеханов и Ленин обсуждали, как сформулировать цель производства при социализме в 1903 году. В комиссии по разработке программы партии РСДРП было три человека. Ленин, Плеханов и Мартов. Лучше расставить так. Плеханов, Ленин и Мартов. Почему? Потому что Плеханов представил сначала проект программы. Он основатель русского марксизма. Представил проект программы. Если вы откроете шестой том полного собрания сочинений, вы можете увидеть там интересные вещи. Как, например, Ленин с Плехановым спорил, и он за ним поспорил по поводу цели социалистического производства. Вот Плеханов написал, при социализме будет производство удовлетворения нужд общества. Ленин пишет, недостаточно. Такую еще организацию, еще интересы могут дать. Ну, то, что сейчас нам рассказывают, что на Западе и то есть, и то есть, и в России, и без всякого социализма, все-таки люди это не убирают. Ну, не то, что не все. В конце, в конечном итоге, все умрут. Но, так сказать, есть система снабжения, есть, так сказать, торговля и так далее. То, если у вас раньше была очередь, поднимите цены, и очередь не будет. Еще поднимите цены, и даже подходить не будут. И тогда магазины некоторые превратятся в музей. То есть, вы как раз заходите, посмотрите. Я однажды своему товарищу из Нижнего Новгорода хотел подарить на день рождения дипломат. И вот захожу я на Невском. Это была моя ошибка, что я на Невский пошел. О, и смотрю, как раз хороший дипломат. Я говорю, и сколько? Он говорит, ну, 20 тысяч. Думаю, да, но надо подумать, мне что-то многовато для меня. Он говорит, 20 тысяч долларов. А, говорит, долларов, да, хороший. То есть, магазин, музей-то легко же превратить. И вот, вы знаете, когда заходишь в такой магазин, они на тебя все кидаются и говорят, что вам подсказать? Что вам посмотреть? Да я говорю, сам посмотрю. Нет, ну давайте вам подскажем. Это ужас. А они там нечего делать, а они сидят целыми днями. И вот я заявился. Я тут куртку решил свою сменить. Думаю, надо куртку мне ее, сестра подарила. За 6 тысяч в свое время, на 60-летие дома. Захожу, я в гостиный двор, но все-таки тут по пути. Ну, куже, конечно, чем у меня куртка. Ну, где-то такая примерно. Ну, говорю, сколько? Мы для вас скидку... Почему для меня? Я думаю, для всех так говорят, наверное. Скидку... У меня увидели прямо для меня именно скидку. Так я и поверил. Для вас скидку. Мы вам дадим 60 тысяч. Нет, говорит, у него пиджак какой-то вот этот... Воротник не такой... Не-не-не-не. Туда быстренько. И нечего туда суваться. Я понял, так сказать. Нечего из себя... Ты профессора, нечего из себя изображать. Безнесменно, иди отсюда. То есть, а я для себя понял, я ушел. Вот, так что... Так что мы вот на... Вот все эти вещи, ну, смотрим таких вот, широких... Поэтому нужд общества, ну, это и капитализм, можно дать. Трест ему гудать, пишет Ленин. И предлагает. Написать надо. Цель производства, предстотилизм, обеспечение полного благосостояния. Я бы на этом раньше поставил точку. Уже хорошо, да? Полного благосостояния. Отличные условия для вашего развития. Правильно? Все бы это хотели. И свободное всестороннее развитие кого? Вот личности. Фамилия ли ты личности? Все... Каждый. Вот, каждый. А там написано, всех, с упором все-таки, всех членов общества. И курсивом у Ленина написано. Всех членов общества. Чтобы вас не забыть. Меня не забыть. А потому что личность, вот ее будут развивать, и вы уже ничего не скажете. Все есть личность, она развивается. Что плохого? Вы хотели, вот, все. Значит, Плеханов с этим согласился. А дальше пошло, Плеханов написал диктатуру пролетариата там, в проекции программы. А Ленин пишет. А зачем это? Ну, Ленин, наверное, изображает, что он вот такой был прям твердо там стоял, ничего не менял. Он говорит, а зачем эта диктатура пролетариата? Хватит нам руководящей роли рабочего класса. А Плеханов был большой ученый. Он взял и выкиркнул с программы. А Ленин был дотошный человек. Он вообще у нас был на занятиях, он бы так просто не воспринял. Он начал бы разбираться, что там такое, там они пишут. И он за это время, значит, видимо, почитал там Маркса, Энгельса, вроде как вот, позанимался тем, чем мы с вами занимаемся. И вот Плеханов выкинул ее. Ну, кто-то против ее взял и выкинул. Это первый раз появилось в программе социал-демократической партии. Диктатура пролетариата, про которую Маркс и Энгельс писали, что это вот, значит, это вот в нашем, так сказать, произведении это самое главное. И даже когда Маркс отвечал в письме Ведемейеру на то, что он сделал, он говорил, я сделал три вещи. Что вот вся история из истории класса и борьбы, хотя классы открыл не я. Это сделали французские буржуазные историки, а анатомию классов показали экономисты английские. Так, а второе, что это диктатура пролетариата ведет, это классовый буржу ведет к диктатуре пролетариата, и третье, что диктатура пролетариата, она ведет к обществу без классов, коммунизм. Все, вот все, что я сделал, три вещи. И вот выкинул этот Плеханов, ну, раз вы против, там, один человек, ну, не бог с ним, молодой, он же уже все-таки в летах. И вот Ленин пишет к второму проекту программы Плеханова. А здесь же, помнится, был такой тезис о диктатуре пролетариата в прошлом варианте. Вот Энгельс в критике Эрфорской программы и Марс в критике Готской программы сугубо на это указывали. Ну, Плеханов был большой ученый, он взял и обратно его туда. Раз эту диктатуру, и все. И РСДРП стала первой и единственной сначала партией, которая была, так сказать, включила в программу диктатуру пролетариата. А потом на первом, на одном из конгрессов Коминтерна было принято, когда все предали социал-демократические партии, кроме большевиков, все предали рабочее движение в связи с мировой войной, потому что надо было проголосовать против кредитов, а для этого надо пойти на каторгу. Вот вы, если депутаты, голосуете против военных кредитов в военное время, что с вами надо сделать? Ну, надо бы застрелить вас, ну, как мы гуманисты, вас на каторгу только. Значит, на каторгу кто пошел? Карл Липпниц, один проголосовал в Рейхстаге. Ну, на свою там, недалекую, у них нет далекой каторги. А у нас, так сказать, все вот наши депутаты, которые были в Государственной Думе, большевики, рабочие, все туда. Ушли. И все. И вот этот тезис, так сказать, он стал таким поворотным, этим тезисом, по которому потом отличали, кто марксист, кто не марксист. Вы не признаете диктатуру битриата? Ну, это вот мало известно, потому что, скажем, люди редко читают подлинники, а они читают всякие изложения, а в изложениях все это сглажено. А у Ленина очень резкие высказывания, что вот тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, его на собрание пускать стоит нам. Вот Никита Сергеевич Хрущев подпадает под это определение, точно. Он же как раз исполнилось вот 60 лет, как он выступал с закладом о последствиях культа личности на 20-м съезде. А в 61-м году уже выкинули диктатуру пролетариата, главную в марксизме, и начался переходный период от коммунизма к капитализму, о котором люки далекие от коммунизма, они сожалеют, скажем. Вот, дескать, Советский Союз был великое государство. Между прочим, экономика была в два раза выше. В России была, только в российской части в два раза выше, чем в 90-м году. А в СССР было все-таки 300 миллионов человек, а не 146. И мы по количеству населения были как Соединенные Штаты Америки. Поэтому очень многие понимают. И нас вот так не обкладывали, как сейчас обкладывают со всех сторон. Сегодня в российской газете два портрета Сталина, как они беседуют с Рузвельтом на первой полосе и дальше еще. И Рузвельт этого отшил премьер-министра Великобритании Черчилля, чтобы он не вмешивался в вопрос о том, какие уступки западные державы сделают Советскому Союзу на Востоке, поскольку они просят, чтобы Советский Союз привел свои войска. Сталин согласился на 6 месяцев, потом на 3 месяца после капитуляции Германии. И вы знаете, что эта миллионная Квантунская армия была разгромлена там в течение месяца. Вся расчленена и, так сказать, заликвидирована. Миллионная армия. Ну а дальше подарили уже китайским коммунистам оружие. Не везти же его назад. И они победили. Революция в Китае победила. Ну и японское вооружение тоже передали китайским коммунистам. Поэтому Чан Каши как с ними не боролся? Не победили. Вот такие, получается, интересные вещи. То есть, хотя это на уровне вот таких формулировок. То есть, вот если это речь идет о классических текстах, надо решить, это вообще-то серьезная вещь, которой надо всю жизнь придерживаться, или это какая-то вот пустячок там что-то сказали. То есть, вы только за то, чтобы созерцать, или будем преобразовать нашу действительность в интересах всех членов общества? Или всех, кроме вас? А тут же это именно всех, да? Вот тогда вот, если отвечать на вопросы о преобразовании, потому что вот все будет преобразовано только, жаль только жить в эту пору прекрасного. Уж не придется ни мне, ни себе. Помните, как Некрасово говорил? Вам нравится такое преобразование, когда все будет хорошо, только нас не будет? Не очень нравится. Я-то чувствую, вам нравится, но не так прямо. Не возникновляй. Так. Ну что, сможем мы считать, что мы этот тезис с вами освоили? Или усвоили, да? Тезис номер шесть. Опять к религии. Кто же шестой тезис хочет проанализировать? Давайте. Мне кажется, что, ну, как мне показалось, после моего анализа, скажем так, мне кажется, что Маркс говорит о том, что человек является продуктом той культурной среды, в которой он живет. Продуктом чего? Общественной. Ну, общественных отношений. Продуктом общественных отношений? У него как-то ведь не так сформулировано. Вот как лучше, как у вас или как у Маркса? Я не против того, чтобы вы улучшили. Но если вы считаете, что лучше, как вы сказали, во-первых, насчет среды, сами знаете, среда – это нечто среднее, это вода, это жидкость, это масло. Вы в среде, сейчас вы в среде своих товарищей, среди них. То есть это такое… Вы сказали, и отношения сразу. Вот это вы заметили, что отношения. Отношения. Вот человек, можно сказать, что бытие человека в общественных отношениях, можно так сказать? Да. Нет? А почему? Посмотрите, что у Маркса написано. У него не говорится такого. Он хитрый такой. Бытие человека – это. Человек – это кто по своему бытию? Что сказать? Человек – это животное. Так? Коллективистское. Да? Трудящаяся, говорящая и разумная. Человек. Вот. Да? Поэтому бытие человека – ну, это вот бытие такого человека. Вот я говорю, вот такого, который отвечает такому определению. А у Маркса говорится о бытии человека или о сущности? Вот тот, кто знает, кто не читал Гегеля, а просто, даже не листал его, а просто сунулся в библиотеку и посмотрел. О, три тома. Первый том как называется? Науки. Науки логики. Как называется? Так, я сейчас буду рассказывать, а вы там другим будете рассказывать с умным видом. Значит, причем для этого не надо читать никакую науку логики. Науки логики – две части есть. Объективная логика и субъективная логика. Запомнили? Чего тут не запомнить? Элементарно. Ну, это элементарно, но я вот докладываю вам. У нас есть товарищ Каменев такой, работает доцентом. Он же главный редактор, директор издательства коммерческой фирмы «Наука». Владимир Михайлович, я к нему прихожу, мы там участвуем в некоторых мероприятиях таких творческих, научных. Вот я к нему прихожу и говорю, вот как-то вот единственное, где вот науку логики можно теперь купить только вашу, больше нигде нет. Надеемся, что вы, а там они достают из кладов и 2005 года время от времени продают. Потому что больше я не знаю, где в городе купить. Там вот был такой окоп на переходе, туда вот магазинчик был, когда идешь по Вохловскому. Нет, уже там какая-то фирма, наш университетский магазин. Они, как известно, книги продавали преподавателям, деньги не возвращали. Я по этому поводу заявление написал про ректору. Например, мне они должны 30 с лишним тысяч. Только мне. А таких много. Ну, кто будет воевать? Что, мы будем воевать со своим магазином или с университетом? Не будем. Ну, как-то так. И вот единственная вот эта фирма. Я говорю, ну, вот смотрите, вот вы издали, вот когда будете издавать, вот вы написали там часть первая, объективная логика, часть вторая, субъективная логика. Потом я открываю оглавление, а там нету оглавления ни части первой, ни части второй. Открываю вот содержание, и в содержании нету, ничего нету. Вот идешь, идешь, нету, написано вот объективная. Это раньше, что несущественно. Как вы считаете, для издания? Вот объективная логика, а потом субъективная логика. Он говорит, существенно Не заметили, ничего себе пустячок Это же не шуточки такие Нету То есть тут объявлено в начале А там больше не появляется То есть дальше текст, все хорошо Потому что текст же не просто так берется Причем Гегель издал Вот эту часть первую У нас когда издавали сочинение Гегеля В 37-м году Пятый том, объективная логика Шестой том, субъективная логика Кто держал эти два тома в руках Держал Я специально не говорю о чтении Это вот у нас сейчас музейные культурные ценности Мы смотрим так Когда-нибудь почитаем И первая часть состоит из двух томов Учение об итии и учение о сущности А вот посмотрите там о чем речь идет в этом томе О бытии или о сущности Это же другой том Другой том Вот я смотрю на вас Ну что я при этом вижу Ну бытие вот вижу Вот бытие ваше Или вы на меня А сущность вашу великую и благородную Это надо же еще докопаться до нее И никак не могу понять Что сущность у вас гораздо лучше Лучше и богаче Чем вот только вот То, что я вижу Вообще сущность и богаче Богаче же Сущность это когда я должен Вот первое впечатление Это как бы подвергнуть отрицанию И углубиться в содержание А вот я например заметил Что вот другие молчат И вы уже третий раз выступаете То есть вы это серьезно занимаетесь А другие вот так сказать Выступили так и сидят Я свое дело отработал и все То есть сущность мы различаем Сущность это то Что скрыто за внешней поверхностью Правильно? Глубина Глубина А сущность человека Это очень же важно Сущность Ну конечно человек просто Это животное Он употребляет пищу Он у него завтракает Обедает, тушина Ну он только вместе с отношениями берется А сущность его Ни в завтраке, ни в обеде, ни в ужин А в чем? Вообще В совокупности Вот То есть ваш А вы человек? Так ваша сущность Ваша Не вообще по какому-то человеку Это про вас Или про вас Это что к вам не относится? Ну так это же приятно Что ваша сущность Совокупность всех общественных отношений Я думаю У вас чувство самоуважения Должно Факт возрасти А на самом деле Вот Для того чтобы Вот Человечество пришло К вам Это во-первых Какая цепь Такой жизни идет Которые привели К вашему созданию Это вы же Включаете в себя Ту культуру Которая есть Все это Все то что было Для этого создано Да Все что человечеством создано В вашем распоряжении Но насколько вы Вся впитаете Это уже другой вопрос Но сущность-то ваша Сущность Может вам не удастся Так сказать Впитать то что можно впитать Или в полной мере Но сущность Человек по сущности Это он Совокупность всех Общественных отношений И не должен сводить себя К тому что Я человек маленький Я ничего не знаю Ничего не умею Вот у вас Что требуется Вот если вы Стремитесь развиваться Выходить за свой предел Или остаться В этих пределах Ограниченным человеком А что значит Выходить за свой предел Осваивать то что Человечеством создано Ну то осваивать Это еще отражать мир Да А тут еще требуется Смотри Тезис пятый Преобразовывать его То есть двигаться От низшего к высшему От простого К сложному Вот это богатство То есть Я к чему-то Придрался Или прицепился К формулировке Что это не просто Там среда Среда это Не глубокая философская Понимаете А сущность Сущность ваша А по сущности Вот говорит У него склочный характер Так допустим Склочный характер А вот по сущности Он хороший человек Или плохой По сущности Очень хороший Ну если очень хороший И черт с ним С его характером Ну правильно А сколько бы Таких людей бывает Вот они начинают Как-то не так себя ведут А все вот даже Великие люди Тоже себя как-то ведут Неправильно Вот Маркс и Энгельс Взяли пошли Напились Разбили в урну Факт жизни И что будем Вот есть такой способ Борьбы Дескать Значит они Обычные люди Обычные люди Значит в топтать их Они гениальны В эту грязь Ну и так сказать И расправиться Тем самым Не читая с теми Что они делают Мы уже выяснили С вами Что-нибудь хорошее Сделаешь Обязательно вас Обобил грязью Ну Я к вам обращаюсь Потому что меня-то Все время обливают Грязью Вот вы видели меня Там вы комментарий Это читаете Какой я плохой Я никогда на них Не отвечу Я согласен Как мне Я-то знаю Так сказать Философские приемы Что самый лучший способ Иди своей дорогой И дальше Если меня критикуют Ну лучше проводи занятия Лучше сам занимайся Вот вы анализируете Я думать не анализирую Мне что повредит Если я еще один раз Почитаю умные произведения Вместе с вами Мне не повредит Мне только в пользу Такие занятия Ну конечно Если бы мы просто Излагали То это мне Совершенно неинтересно И вам неинтересно А мы тут Пытаемся Докопаться До сущности Да Вот мы докопались Что суть Это вот А вот вы изучаете Очень кратко Я буду если Копаться В природе Значит Как Вы на меня Вы на меня влияете В зависимости Я повредил Мне стало Так хорошо Когда он так Второе Сказал Видно что человек Способный Это если я вижу Что человек способный И толковый И среагировал Так сказать На эту критику Не так Что вот Девка Вот меня покритиковали Я обиделся Это правильно Неправильно А он Очень четко Использовал Эту формулировку Это очень приятно Это конечно То есть Это относится К сущности человека К общественной Сущности человека То есть Человек Если вы хотите Понять человека Вы должны понять Его взаимоотношения С остальными людьми Ну как Эти отношения Поймешь Если не понимаешь Общество Надо общество изучать То которое есть Не то Которого нет Может быть Нам бы хотелось бы изучать Какое-то общество Выдуманное Но мы изучаем То общество Которое есть Как оно устроено Поэтому Чтобы понять Человеческую сущность Маркс и Энгельс Отправляются Потом В длительный путь По изучению Вообще устройства Человеческого общества И самой блестящей Работой В этом отношении Я бы Сказал Такой Такой исторической Можно сказать Работой И культурологической Является Происхождение Семьи Частной собственности И государства Которое За короткое время Такая небольшая Книжечка Вас ведет От первобытного Коммунизма До капитализма А капитализм И сейчас есть Так что Она взяла Все эпохи Которые являются Современными В этом смысле Это большое Богатство Так В своей Действительности Она есть Совокупность Всех Общественных Отношений Вот У Гегеля Есть понятие В учении О сущности Рефлексия Раз Когда он Рассматривает Рефлексию Он рассматривает Тождество Различие Противоречия Потом он Рассматривает Существование Мы это путаем С бытием Или мы считаем Что это одно и то же Просто Вывод Есть или вы только Или существуете Или и то и другое А? Вы есть и существуете Но когда вы говорите Существуете Вы что-то привносите К тому Что вы только есть Ну то что есть Тут нечего обсуждать Вы есть и все И отстаньте от меня Правильно? Я есть Все А вот если существую Это что значит? Если он действует Преобразовывает Что-то Ну судя по тому Что мы уже обсуждали А судя по тому Что написано У Гегеля Существование Предполагает Что вы не просто Есть А вы удваиваетесь Есть основанное У вас есть основание И основанное Что у вас какая-то Есть глубина И эта глубина Проявляется у вас Уже в ваших поступках В ваших действиях Когда вы будете Преобразовывать Есть какая-то У вас глубинная Которая проявляется В ваших поверхностных действиях То есть это обязательно Не просто есть А есть с основанием И С условиями А что такое условия Знаете Вот если не выкачать воздух Из этой аудитории Будет у нас занятие проходить? Не будет А потому что Даже звук не распространяется Если нет воздуха Правильно? И все Ну ничего Мы будем в противогазах И по телефону Разговаривать Конференцию сделаем То есть Условия еще А условия Это Сущность Данная Как бытие Как бы то что И вот Когда все условия Сознаны для чего-нибудь Вот для того Чтобы вы стали Тем К чему вы стремитесь Да? Таким человеком Которым вы хотите стать Ну должны быть созданы Все условия И вот вы создаете Одно за другим условия Надо это сдавать То сдавать Это прочитать Это изучить Это проанализировать Это написать То написать Выпускную работу Написать И вдруг Раз И что написано У Гегеля Вот там Просто гениальные Такие есть фразы В науке и логике Учение о сущности Учение о сущности Там я раздел Существования Когда для какой-нибудь Сути дела Созданы все условия Она вступает В существование То есть вы делали Вот это 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 Некоторые думают Ну что я все равно Не сделаю Не стану Там крупный Хороший Там Это Потому что Это все Это рутина И вдруг Раз А так Устроен мир Что вот Кроме количественных Изменений Это безразличные Границы Есть скачки И скачок И вы стали Специалистом Вот вы стали Специалистом Музеологом Причем Хорошим специалистом Если вы не забыли Что вы философ По сущности По сущности Ну вы применяете Это для Наверное Вы знаете Я например Не музеолог Как бы Но я знаю Что такое музей У меня уже Такая история Я хочу сказать Что Прихожу к историкам Та же самая история Что такое историк Что изучаете Не скажу Пятый курс Не скажу Ну что вы изучаете Как вы думаете Что изучают Историки А? История Это Тавтология Историки изучают Историю А? Изменения 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 Человеческой цивилизации Во времени Изменения Человеческой цивилизации Во времени Ну вот они близко К тому что вы сказали Вот одна девочка Говорит Мы изучаем То что было Правильно? Это было же Я говорю Понял Ну я-то все-таки Как сейчас Я сейчас чувствую Как философ Тем более я у них преподаю Мне-то надо Хоть какую-то пользу От философии Сказать Какая-то польза Есть у нас в нашей науке Или нет Мне же надо Как-то свой авторитет Тоже поделать Не будут же ходить Чего мы сейчас Чего я буду С пистолетом стоять Что-ли И загонять на лекции Они приходят толпой Я говорю Так Значит вы изучаете То что было Да? То есть вы изучаете То чего нет Так? Ну я-то это уже Вот даже В вашем определении Нет этого уже Нет Я так не сказала Вы так не сказали Но я-то так вывернул То что вы сказали В связи с тем Что я такой вот Все так просто Вот так вот Думаете Вы просто скажете Я так и промолчу Раз вы сказали Так что можно так вывернуть Я и вывернул Вы так говорите Чтобы Вы говорите так Чтобы такие люди Как я Не могли вывернуть Имейте ввиду Что такие Мне кажется Люди которые Как вывернут Они вывернут Для людей не про основы не надо им облегчать жизнь надо затруднять жизнь этим людям и вы боритесь с ними боритесь сказали сказали во времени все равно в прошлом у вас получилось сейчас я вам сфорулирую что я им ответила вы меня покритикуйте тогда если вам покажется что я неправильно ответил я и говорю так вот вы сейчас закончите свои я на пятом курсе это философов спрашивал на пятом я у них философии истории стал вот а вы пойдете в фирму сказать вот приходите говорите я вот специалист я знаю . я пять лет изучал то чего нет берете меня 9 не берем нам такие люди нужны так ходить можно я вам скажу что такое история вот вам рассказал что такое музей сказал бесплатно бесплатно и вот я наговорю хотите я вам скажу они берут ручку ему но записывайте историк история наука история изучает современность как результат предшествующего развития человечества витя близко к вам близко к вам согласитесь что ваш союзник союзники но я прямо вот в лоб сказал что современность изучает то есть короче изучает современно правильно короче если вы убрать короче предмет на современности изучая но с корнями не такую современность которую вы дернули неизвестно откуда как она появилась без культуры без всей этого хода развития общественного и так далее а с этими корнями как результат marché если вы еще разбите человек вот записывать все понятно понятно и они после этого уважают вы же должны себя как филосов и зарекомендовать что вы пришли вы как философ музеолог вы не просто музейный работник, там крыса какая-нибудь, которая сидит, она там перебирает вещи. Вы не крыса, вы изучаете вообще историко-культурное наследие всего мира. Вот на этих вот экспонатах. Вы их исследуете и пропагандируете. Поэтому вас надо уважать, любить. Но если не хотите любить, но уважать обязаны. Правильно себя поставить. А если не поставите, и зарплату платить не будут большой. Скажут, вы что, с ума сошли? Я такое делаю, я изучаю. Я изучаю все историко-культурное наследие всего мира. Исследую, пропагандирую. А вы мне даете чего? Вы что делаете? Вот. Ну, значит, в ходе нашего движения, вот этот эйс очень важный, потому что вот это, вот то, о чем мы сегодня говорили, что такое сущность человека, это почти никто не знает. Или путают. Выдают за бытие. Бытие с сущностью. Бытие это человек, конечно, это животное. Ну, высшее, общественное, разумное животное. Хомо сапиенс. Да? Разумное животное. Но. А сущность человека? Нет, не только в этом. Потому что и разумность сама вытекает из общественных отношений. Если бы не было это общество, не было никакого разума. Сущность человека в общественных отношениях. Вот. И тут вот нету никакого слова упрека по отношению к Фейербаху. А говорится но. Но. Но то это продолжение. Продолжение, что но сущность человека вот в этом. И Маркс продолжает дальше развивать понимание человека. Потому что он позитивно переформулировал. Вот констатировал, что добыл Фейербах и пошел дальше. А тут и звонок. Это освобождает нас от ответственности. И от моих вопросов вас освобождает. Я благодарю вас. Я считаю, у нас удачное занятие. Очень хорошее. Те, кто выступали, товарищи, я вас приветствую. Те, кто не выступали, я тоже вас приветствую. И призываю использовать наши занятия для своего развития. Потому что мы за развитие всех членов общества. Тот человек, который выступает, неважно, что на него нападают. А он тогда привыкает к тому, как действует в условиях нападения. Вы как хотите тренироваться, что на вас никто в обществе не будет нападать? Я-то вас по наружке нападаю на вас. А на вас-то будут нападать по-настоящему. Правильно? Я у вас союзник или сторонник, или противник? Я думаю, тут противник у нас у нас общие интересы. Меня оценивают по тому, как я научу. А вас оценивают по тому, как вы научились. Это одно и то же. Поэтому вот давайте я очень призываю товарищей надо воспользоваться этой возможностью. А нам предоставлены загигантские в этом смысле. Курс замечательный. Нас никто не гонит. Мы разбираем. Как только мы быстрее будем разбирать, мы дальше пойдем. Быстрее пойдем. Но мы не количественными мерками, я скажу, вот вы ответьте. Ну ответьте, ну давайте разберемся. И это важно. Вот мы разобрали же, что такое вот культура. Вот ничего плохого. Хорошо. Спасибо вам большое. Успехов. До следующей встречи. У нас скоро с вами встречи, через день? Мы просто с вами, прямо как вот говорят, что надо чаще встречаться. Мы и встречаемся все время. Субтитры сделал DimaTorzok